Сык обнародовал предварительные итоги выборов президента Крыгойской Республики. Напомним, на этот пост претендовали 10 кандидатов. Сейчас данные о ходе голосования в электронном виде поступают на центральный сервер Центра Зверкома. На данный момент результаты выглядят следующим образом. За Сорунбая Джиенбекова проголосовало 888 752 человека. За Умурбека Бабанова 549 733 человека. Данные эти еще будут меняться, потому что протоколы еще обрабатываются. Кроме того, предстоит ручной подсчет голосов. Данные по явке избирателей пока не обработаны ЦИКом. Их обещают опубликовать в ближайшее время. Отметим, час назад по всей стране закрылись избирательные участки. Напомним, выборы проходились с 8 утра и продолжались в течение 12 часов. Всего по стране было открыто 2375 участков. Кроме того, участки были открыты и за рубежом. Там они закроются позже, а в Кыргызстане сейчас идет ручной подсчет голосов. Кандидат в президенты Умурбек Бабанов выступил перед журналистами. Главным поводом стали те обстоятельства, в которых проходили сегодняшние выборы. Еще перед тем, как ему выступить самому, представители СМИ продемонстрировали видеодоказательства нарушений, имеющих место быть по всей республике, которые отправляют как наблюдатели, так и простые граждане. В этой связи Умурбек Бабанов заявил, что уже сейчас можно сказать, что эти выборы проводятся далеко не честно. Более того, в его отношении вот уже на протяжении всего агитационного периода идет черный пиар. По государственным каналам пытаются внушить людям, что он якобы планирует беспорядки. Относительно того, что сегодняшняя ситуация, это больше всего меня беспокоит. У меня сейчас было несколько минут времени, я посмотрел КТР. И я вижу, к чему все это идет. Сейчас со стороны власти готовится провокация. Со стороны ГКНБ готовится провокация. Я хочу через журналистов ко всем обратиться. И моей команде. Будьте осторожны. Я и моя команда. Мы не будем участвовать в никаких провокациях. Все, что будет делаться, это все будет фиксироваться. Мы не будем захватывать не только там Белый дом. Мы не будем захватывать абсолютно ничего. Но мы будем фиксировать все нарушения. То, что я не готовлю провокацию, свидетельство тому, что моя семья находится здесь, в Бишкеке, и живет у меня дома. Человек, который готовится переворотом, он, наверное, в первую очередь будет семью вывозить. Продолжение следует... Тому, что Умурбек Бабанов в 2010 году создал свою парцию республика, предшествовал еще один очень важный период, прояснить который Умурбек Бабанов сегодня посчитал важным. Относительно 2009 года я долго слышал, вот они говорят, Бабанов возглавлял предвыборный штаб как первый вице-премьер-министр. Мне стало интересно, я молчал, и сегодня я поднял документ. Вот постановление правительства от 3 апреля 2009 года. Штаб по организационному и материально-техническому обеспечению выборов президента Кыргызской республики, председателем штаба является премьер-министр Игорь Витальевич Чудинов. Я не был председателем штаба Бакиева. Это абсолютная ложь. И когда выборы президента состоялись, я самостоятельно, добровольно подал заявление и ушел от правительства, возглавляемого уже Усенову, когда создали уже Сари и возглавил Максим Бакиев. Более того, по словам Умрубека Бабанова, понимая, что он публичный человек, на какой бы должности он ни находился, никогда никого публично не обвинял. Он также рассказал, что решение идти на выборы он принял после долгих советований, не только со своими сторонниками, но и самим Алмазбеком Атамбаевым. Президент поддержал его намерение, добавив, что он может и должен выдвинуться от оппозиции. Но учитывая последние заявления главы государства, Бабанов считает, что Алмазбека Атамбаева, как и общественность, специально дезинформируют на его счет. Рейтинги что значат? Рейтинги значат, что народ поддерживает. Конечно, они ничего не значат, когда включается нарушение закона в административный ресурс. Когда народ, который захочет и хочет голосовать за меня, ему говорят, нет, ты должен голосовать за этого. Конечно, рейтинги тогда не работают. Когда говорят, покажи, ты за кого голосовал. Когда берут ему в летние рвут. Какие рейтинги работают? Я хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем избирателям, ко всей моей командой. Не отступайте. До конца работайте. До восьми вечера работайте. И мы обязательно выиграем. Не падайте духом. Да, может кого-то избили, но нас много. Всех избирателей невозможно избить. Не бойтесь, боритесь за свои права. Мы обязательно выиграем. Кыргызстан нуждается в переменах. Мы должны остановить сегодняшний административный беспредел. И никогда у нас в стране не должно быть таких выборов. Ответим, что журналисты задали кандидату в президенты множество вопросов. Они касались нынешнего заявления главы государства и хода сегодняшних выборов и бизнеса кандидатов в президенты. По его словам, он не приватизировал ни одного объекта. Все они были им приобретены на законных основаниях. Ну а что касается голосования, то он выскажет свое мнение по его итогам. Пока же, исходя из того, какие инциденты происходят на участках, об объективности результатов говорить не приходится. Рейтинги что значат? Рейтинги значит, что народ поддерживает. Конечно, они ничего не значат, когда включается нарушение закона в административный ресурс. Когда народ, который захочет и хочет голосовать за меня, ему говорят, нет, ты должен голосовать за этого. Конечно, рейтинги тогда не работают. Когда говорят, покажи, ты за кого голосовал. Когда берут ему бредни, рвут. Какие рейтинги работают? Я хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем избирателям, ко всей моей командой. Не отступайте. До конца работайте. До восьми вечера работайте. И мы обязательно выиграем. Не падайте духом. Да, может кого-то избили, но нас много. Всех избирателей невозможно избить. Не бойтесь, боритесь за свои права. Мы обязательно выиграем. Кыргызстан нуждается в переменах. Мы должны остановить сегодняшний административный беспредел. И никогда у нас в стране не должно быть таких выборов. В целом, как сообщают наблюдатели, нарушения уже носили массовый характер. Где-то в УИКе людей по несколько групп заводят по заготовленным спискам, сверяют имена. На некоторых участках не позволяли журналистам занести камеры и отбирали телефоны. Игнорировали все законные требования. Обещанное тайное голосование фактически не обеспечивалось. На некоторых участках, как сообщают наблюдатели, возле ОРН стояли члены комиссии и требовали от избирателей показать бюллетень. Есть сообщение, что при этом милиция сама препятствовала работе наблюдателей и бездействовала, как неизвестные лица угрожали и совершали нападения на журналистов и наблюдателей. На избирательном участке 1111 в Бишкеке группа людей предлагала местным жителям участвовать в голосовании за определенную сумму. На видео можно увидеть несколько человек, которые следили за ситуацией около избирательного участка, а также выясняли, кто из прохожих прописан в данном районе и прикреплен к этому участку. Свои сделки покупатели голосов проводили в машине с шашкой одной из частных фирм такси. Там называли, за кого конкретно нужно проголосовать, после чего мужчина передавал конверт с вознаграждением молодому человеку. Голосование карагастанцев в Москве также сопровождалось скандалами. Посольство нашей страны в России сегодня охранялось полицией в усиленном режиме. Среди наших граждан, пришедших на участок, оказалось много тех, кто не смог проголосовать. Это вызвало серьезные недовольства. Большинство из граждан имели на руках все документы, своевременно прошли биометрическую регистрацию, однако проголосовать они так и не сумели. Просим показать в интернете, где у вас там объявление. Нету объявления, никто не слышен, не видит. Я хочу голосовать. Я хочу голосовать. Я гражданин Киргизии. Я имею право выбирать моего пятизвеждача. В распоряжении нашего канала оказалось еще одно видео, демонстрирующее подкуп голосов избирателей. В Джалалабаде напротив входа в избирательный участок 2102 раздавали небольшие клочки бумаги. Как выясняется, это не что иное, как скрытая форма подкупа голосов. Получившие такой условный талон, направлялись в назначенное место и обменивали его на деньги. Еще раз обращаем внимание, что этот факт зафиксирован на избирательном участке номер 2102 города Джалалабад. Еще один факт подкупа избирателей зафиксирован в Аше. Очевидцы также сняли на видео в Чайхане возле школы-лицея имени Максима Горького. Людям перед посещением избирательного участка раздавали деньги. В ролике слышно, как гражданам дают инструкции, за кого надо проголосовать. Продолжение следует... Попытки снять на камеру нарушения на местах перерастали в скандалы на трех избирательных участках. В разных регионах нашей страны наблюдателями зафиксированы случаи словесных нападок и рукоприкладства на сотрудников съемочной группы. Такой большой камерой нельзя снимать. Установите маленькую и направьте ее ко входу. Вообще снимайте на улице. Все, давайте. Не будем друг другу создавать проблемы. Между тем, в сети распространяется по-прежнему информация о подкупе избирателей. К примеру, на участках 10-52 и 10-66, которые расположены в столичной школе номер 58. Один из пользователей зафиксировал на видео массовый подвоз избирателей. Людям раздавали паспорта. После этого избиратели направлялись на дополнительный участок 10-66. Вот приехал бусик. Выгрузились люди. Идет раздача паспортов. Вот бусиками приезжают люди голосовать. Выходит куратор и раздает паспорта. Их 5 тысяч. Хотя на участке местных жителей всего 2 тысячи. Это все дополнительные списки. Столько людей. Левых абсолютно. Вот так проходят выборы. Сигнал о нарушениях поступил и с избирательного участка 11-31. Там, как сообщают наблюдатели, голосующие проходили повторно. Несмотря на то, что оборудование дает красный сигнал, системой ГРС выдавался чек человеку, будто он ранее не проходил идентификацию для голосования. При этом на мониторе отображалось, что данный гражданин уже проходил через систему и загорался красный свет. Нами было зафиксировано, что с красным сигналом проходит голосование. Несмотря на то, что сигнал загорается красным, выдается системой ГРС, выдается чек о том, что он не проходил. Но на мониторе выходит, что избиратель уже проходил голосование. То, что красный загорается, да? Красный загорается, да. В Каракульжинском районе, как сообщают местные жители, наблюдалось также всяческое давление на избирателей. В районе патрулировали группы неизвестных парней. Людям фактически не давали голосовать по своему выбору. На участках, говорят избиратели, члены комиссии вели себя агрессивно. К примеру, жительница села Лайтала пожаловалась журналистам, что члены комиссии, заметив, что она поставила галочку не в пользу провластного кандидата, вырвали из ее рук бюллетень, разорвали на ее глазах и бросили в сторону. Придя на свой участок для голосования, я увидела, что возле урны постоянно стоят люди. Что они там делают, я вам скажу. Там принуждают голосовать за одного из кандидатов. Избиратели боятся сделать выбор честно за того кандидата, которого желают видеть президентом. Я проголосовала за номер 6, но у меня бюллетень забрали и испортили. Теперь мой голос не засчитают. Я очень недовольна. Поэтому хочу открыто заявить о том, что допускаются грубые нарушения. В первую очередь, тайное голосование. Отметим, чуть позже в сети появилось сообщение, что эту женщину задержала милиция якобы за то, что она вынесла за пределы участка свой бюллетень. Вскоре, как ни странно, женщина полностью изменила свое мнение относительно нарушений на участке. Я сильно разозлилась на членов УИК. Вышла с избирательного участка, а когда оказалась на улице, там меня встретили журналисты. Я в порыве гнева дала им интервью. Потом пришла домой, посоветовала с родными, еще раз взвесила. Пришла обратно на участок и проголосовала за Джеймбекова, как за своего земляка. Пусть поработают от чистого сердца. Так что претензий никому не имею. К физическому давлению на избирателей, похоже, подключились уже члены правительства. В селе Соколды, наукенского района Джалалабадской области, на участке 2186, местный житель Кадыра Масадыков сообщил, что его избил министр сельского хозяйства Нургак Мурашев. По его словам, вместе с ним в избиении участвовали еще четыре человека. Пострадавший написал заявление. Глава Айлак Мату, села Айлак Мату, села Айлак Мату, Тулекон Карасуйского района применил силу в отношении избирателя. На кадрах видно, как человек, пришедший на участок, чтобы отдать свой гражданский долг, заявляет о своих правах на фото- и видеосъемку избирательного процесса. Мужчина в ответ ему кричит, что он является руководителем сельской управы, и только он может разрешить делать фото- и видеосъемку. Мужчина выпроваживает избирателя из помещения, когда тот доходит до порога, силой выталкивает его за дверь. Документы покажите, которые запрещают. И что, вообще что ли? А ты кто такой вообще? В Араванско, в районе Ожской области, в селе Юсупов, на избирательном участке 53-51, журналисту не разрешили снимать, как проходит избирательный процесс. Неизвестные лица пригрозили, что если он будет производить съемку, его задержит милиция. Отказ в съемке объясняли тем, что он якобы мешает голосовать избирателям. День голосования, установка кабельного видеонаблюдения, там участковые избирательные события не различаются. Здесь созданы препятствия в их работе в избирательной комиссии в день голосования. День голосования, в районе Ожской области, в районе Ожской области. Новые факты подкупа голосов в столице. На участок номер 1024 в Бешкеке избиратели группами привозят на микроавтобусе. Видео так называемых подвозов снимали на мобильный телефон. Его авторы из числа горожан стали свидетелями, как на бусике «Мерседес-спринтер». Людей уже привезли после голосования и высадили в районе торгового комплекса «Беш-Сарэ». Группа людей, они вышли, получается, с бусика, направляются они, я так понимаю, голосовать. Вот идем за ними. Ну, данная маршрутка, она занимается каруселью. Получается, они, вот, лично я видела. Получается, со штаба, нет, со штаба, с участка 1024, они привозили людей на этот участок. И группа людей выходила и, то есть, голосовала. Я обратно, они привозили вот сюда, вот, получается, в Беш-Сарэ. Поднимались на, если не ошибаюсь, на третий, то ли на четвертый этаж. Мы уже с ней видео уже отсняли. Вот, и там, я так поняла, там уже деньги, как бы, была раздача денег. Несмотря на заверения об обеспечении порядка и соблюдении всех норм при проведении голосования, наши журналисты сообщают, что на местах они практически не соблюдаются. В Ашей на участке 5325 неизвестные лица спортивного телосложения напали на нашего корреспондента Мирбека Айтикеева, следившего за процессом выборов. По его словам, сначала они словами всячески пытались воспрепятствовать работе нашей съемочной группы, и затем дело дошло до физического воздействия. Милиция начала расследование. Нам сообщили, что на участке номер 5325 идут нарушения. Мы прибыли туда и увидели, что перед входом стоит группа молодых людей в спортивной форме. Они нас не пустили внутрь. Когда мы заявили, что по закону мы имеем все права, промолчали даже члены комиссии. Когда им сообщили, что прибыли журналисты НТС, эти люди вместе с сотрудниками милиции нас просто выволокли с участка. А в этот момент неизвестные били меня по туловищу. Я начал говорить, что вы нарушаете закон. В ответ они сказали, что закон не для них. В этот момент прибыли журналисты Азатыка и других изданий. Только после этого они дали разрешение на видеосъемку. Я была очень возмущена, когда узнала, что одного из журналистов избили, ему не позволяли снимать вообще избирательный участок. Хотя на самом деле у нас законодательство позволяет проводить съемку, не нарушая тайны голосования. Вообще должны приниматься меры к тем людям, которые вообще позволили рукоприкладство. А также и в отношении милиционеров, которые не защитили права этого журналиста. Потому что этих милиционеров должна была председатель комиссии пригласить. Именно она должна была попросить милиционеров защитить права этого представителя средств массовой информации. Это вся информация к этому часу. Развитие событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Оставайтесь на канале НТС. Оставайтесь на канале НТС.